Освободились, мы увидели новость о том, что вот в Кастаге я видел, они пишут о том, что Казахстан брал из списка экстремистских организаций и террористических талибан, причем на основании, на смешных основаниях, когда там принималось решение Верховным судом. Вот, а на сегодня получается, что даже непонятно кто, сама лично, они просто взяли вычеркнули из списка, ссылаясь на какие-то списки ООН. Сереж, ты можешь дать правильное пояснение всему этому, да, но очень смешно, на самом деле, насколько безграмотные люди и настолько они привыкли врать собственным гражданам, что они отменяют решение суда просто каким-то маленьким максиком своим, типа, а давай мы сделаем по-другому. Это у них закон имеет обратную силу, да, получается, решение Верховного суда для них ничто, они могут просто взять и сказать, а давай вычеркнем. Хорошо, я тоже, конечно, для меня это вообще была новость, как известно, решение Верховного суда от 15 марта 2005 года талибан был признан запрещенной организацией, да, террористической на территории Республики Кастаг. Это решение Верховного суда, никакой, как больше, выше у нас суд больше уже никак не может быть, то есть не обжаловать, скажем, если в отношении Каще, там, движения ДВК, там, да, вот, было решение определенного уголовного суда, которым можно обжаловать Верховном суде, отменить, там, где-то что-то, да, там, а здесь непосредственно Верховный суд, его никто, грубо, отменить не может. Только, скажем, прокуратура внести там протест, но это уже в решение вступило в законную силу. И потом, смотрите, что самое интересное, 29 декабря, да, в Кастаге, как вот, сообщается, что представитель Министерства иностранных дел, Айбек Смадьяров, да, заявил, что талибан исключен из списка, и, как вот, и как он может исключить, каким способом, если как вот это выносилось Верховным судом. И знаете, что самое интересное, да, как вот, что они, говорит, рекламентировались ЛКП практикой по резолюции Совета Безопасности, да, как вот ООН, которые не имеют юридической силы на территории Республики Казахстан. Так, хотелось бы сравнить, что в 2019 году была резолюция Европарламента в отношении движения ДВК, которое является мирным, признанным мирным. И что же тогда-то ответил МИД, представитель Министерства иностранных дел, они сказали, нас, международные документы, не касаются, это носит рекомендательный характер. Понимаете, какая практика двойная, да, то есть, ты как вот, там у нас не, как вот, признают мирным, неважно, как, все, иностранные документы нас не касаются. Сейчас, раз, вот, как касается по Талибану, говорит, ну, все, давайте, давайте, бегом, срочно, как вот, исключать его. Каким образом, как вы исключили решение Верховного суда, как вы отменили? Она никак не отменяет совершение Верховного суда. Только другим решением Верховного суда может быть, скажем, где-то произойти. Все. А в чем здесь нет? Высшестоящий должен решаться. Да. Да, совершенно верно. А кто у нас вышестоящий может быть? Нету. Только другой могло решение суда. Только да, только другим решением суда. А в чем здесь Министерство иностранных дел, если оно дает консультации и там, и там, здесь, как бы, МИД, он занимается другими делами. Не запрещает это организации. Понимаете? То есть, он берет на себя другие полномочия. Вот, вот, в чем мне хотелось бы отметить. Как это? И МИД не может решать. Это будут у нас сходить, не будут сходить. Я говорю, просто смотрите, они, когда, они замечали движение, мирное движение, они говорят, это нас не касается, потому что это носит рекомендательный характер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»